Ни один наш боец в плен не сдавался Я вас вообще никак не уважаю После того, как вы подняли лапы и сдались как девочки в плен Как вы собираетесь вообще жить? Чеченец, который попал в плен, он уже никогда не родился Противник, получается, разнес два мапа танками, как говорится, раздолбал все эти мапы И прошел, получается, эти участки Мы сейчас воюем на территории Российской Федерации И погибают жители исконно российской территории, исконно наши граждане Я хочу выйти замуж Наступила ли Аптела Удинова стадия принятия и как она проявляется, мы сегодня обязательно выясним Но давайте по порядку Прошлый выпуск нашего шоу был посвящен Марго Симоньян Лицемерие, мракобесие, людоедство, полный набор После такого думаешь Но хуже уже не будет И бац, бац, бац Сырский индю, а ты, пи***, сидишь и там умный боже Да, в конце этого выпуска засветился лидер знаменитых тикток-войск Апти Алаудинов И тут пришло озарение Что они делают в сети, как будто бы специально создавалось для Апти и его спецназа медленного реагирования А ведь, кажется, только в сети они что-то и делают Правда, тикток уже не совсем актуален Я бы переименовал это все в телеграм-войска Но, боюсь, как бы дурова опять не арестовали Не только Зеле за нами наблюдает Оказалось, что и французская жандармерия в числе подписчиков Вы все правильно поняли Апти уверен, что Зеленский смотрит его ролики И поэтому он общается с ним напрямую Ну, точнее, с камеры Если ты уж смотришь мои ролики Петушила Петушок Там же целая армия, ё-моё, у вас Ты остальные части-то тоже посмотри Ох, как человек, который посмотрел все остальные части Не советую Там примерно то же самое Петушила, петушила Сатанисты, фашисты, сатанизм и сатанистами Зрители, незнакомые с данным персонажем Могут подумать Ну, наверное, это какой-то вчерашний зэк, да? Так ведь они обычно разговаривают Но нет, Апти — это целый чеченский генерал-майор А еще, на секундочку Бывший секретарь Совета Безопасности И заместитель министра внутренних дел Народный артист Советского Союза Украины, России, даже Чечена Ингушетии Ну не, это уже перебор Хотя, зная, как Кадыров раздает титулы Тебя, подгон Опять тебе Еще тебя Но вернемся к Апти, который успел поработать и в МВД Внутренними делами Апти действительно занимался Только немного в другом смысле Организовывал политические убийства Участвовал в пытках политзеков и гомосексуалов Ну вот такое вот все Правда, числом убийств из тех времен Он хвастается на камеру, что-то не торопится Обижали когда-нибудь кошек, собак, живых? Никогда Детей били? Нет То есть вы добряк по жизни? Да, да Самый плохой поступок в жизни, который вы свершили? Убил человека один раз О, я ж тут вспомнил одну деталь Наш Апти, он же еще был и начальником управления по борьбе с организованной преступностью Организованную преступность видели? Это я организовал Короче, уважаемый человек Думаю, народного артиста можно смело давать Как минимум в школе Апти уже установили доску героя Ну, знаете, такие обычно устанавливают Посмертно В новом учебном году 10-я школа нового маяка принимает всего лишь 7 первоклассников На детей возлагают большие надежды Стать гордостью всей страны может абсолютно каждый из этих первоклассников Итак, пришло время выбрать наших храбрых героев Счастливых вам голодных игр Тем более, когда прямо перед глазами есть живой пример Лицо школы и округа генерал-майор Апти Алаудинов Да уж, с таким примером из школьников можно целый тикток-хаус организовать Не позволял себе врать, не позволял себе бояться чего-то И всегда был впереди Реально, Апти постоянно врет, Апти никогда не вступает в бой и держится позади Три из трех Прямо бинго Но, конечно, сам Алаудинов старательно создает себе образ великого бойца Поддерживают легенду и его подчиненные В отношении нашего генерала Боевого генерала, который всегда на передке Третий год Вот приехал в Москву на совещание Для тех, кто скучает Думает, куда же я делся Да, там в ССУ же все, наверное, распереживались Куда же делся Апти Не знаю, на каком передке он проводит время Но по факту нет ни одного подтверждения Что он вообще участвовал в каких-то активных боевых действиях Хоть и бывал на линии фронта Это при том, что наш чудо-блогер выкладывает порой по несколько видео в день Помимо обычных, на фоне стены, есть поездки на машине Видимо, все никак не можешь найти, где в Курской области от него прячутся украинцы А вот он в кустах Все чистенькое, все глаженное И еще немного кустов Особенно везде выделяются медицинские ножницы для разрезания одежды и оказания помощи Что же с ними делает Апти, который, мягко говоря, не врач Ну, режет правду матку, наверное Лечи по-болгарски знаешь? Да я улечил Зато Кадыров теперь может называть его не просто брат, а медбрат Депутаты Госдумы запретили мужчинам быть скуфами По словам парламентариев, неопрятный внешний вид, лишний вес и желание играть в танки негативно влияет на демографию Силовые органы уже проводят первые задержания Лежать! На пол! Ну, ты что, охуели? Я Гарик Бульнокарламов, а? Замечательно Значит, вы по адресу пришли А почему ты выглядишь, как я? Только в костюме следователя Ну, так у нас полотдела на СО забрали Вот мы тебя, ну, то есть, меня и наняли Сам себя расследовать будешь Сам судить Сам себя и на бутылку посадишь Ха! Так в чем меня обвиняют? В пропаганде скуфизма Ничего я не пропагандирую, да? А что у тебя под кепкой? Ничего у меня нет Ничего у меня Яйцо у тебя под кепкой Чтоб ты даже когда голову чешешь, мог яйцо чесать Все, уводите его А-а-а! Серьез, Степанович, мы еще у него вот это нашли Давай Патреон программы, что они делают в сети Это получается, он не просто скуф Он еще и квадровер Алло, Зина Открывай шампанское Я скоро буду генерал-майором Наверное, главная трагедия Лудинова в том, что он все никак не может вовремя доехать до своих великих битв Сейчас я еду Я еду, я еду Что в суд же? Там спецназа охмата нет Потому что я уже приехал сюда Когда уже суд же была блокирована Ну, не успел Все, останьте Что в Ростове во время мятежа Пригожина Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зону напряженности Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность Мятеж должен быть подавлен И если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы И выдвинулись в направлении Ростова Мы там были уже примерно к обеду Примерно к обеду Бедолага, тормози! Э! Чего? Мы же всего километр не доехали Брат, ты время видел? Веден перерыв Брат, а ты свой чудинг с именами Пиа будешь видать? Это? Буду Сука, ЛГБТшник Как вы знаете, до вагнеровцев бойцы Ахмата в итоге так и не доехали Да и в Ростове их тоже никто особо не видел Короче, все как в том мемном диалоге Не лучше дела обстоят даже, когда нужно не доехать куда-то А наоборот дождаться Так, по словам АПТИ, украинские войска просто просочились между скоплениями Ахмата Через участки, где большое расстояние от наших опорных пунктов было, вот прошел там Представляете, как обидно? Они там, наверное, готовились, окопы рыли, камеру заряжали, а ВСУ просто взяли и как бы, ну, прошли мимо Ну, петушки, ЛГБТшники, начинают там разгонять ситуацию, типа, Ахмат ретировался Хочу сообщить, там, где есть Ахмат, он стоит и, как говорится, враг не прошел А где он, кстати? Не, ну, не важно Все указывает на то, что бравые ребята просто сбежали АПТИ, осторожнее, ты что, не знаешь, что с ножницами бегать опасно? Но вот когда столкновение каким-то чудом все же случается, и некоторые не успевают убежать, появляются пленные И это, знаете ли, отдельные клоунады Противник делает очень много вбросов, воздающихся в плен бойцов подразделений спецназа Ахмат Ну, самое интересное, это то, что ни один наш боец в плен не сдавался Ребята бьются, как львы Да, я лев Но я лев, трус В итоге пленных он признал, правда, всего троих Пять, включая связистов Намного меньше, чем показало ВСУ Но, хоть какой-то прогресс Да, мы в курсе, что в начале, когда вы заходили, вы взяли в плен трех бойцов Ахмат, Чечня Мы их видели Видишь пленных бойцов Ахмат, Чечня? Да И я вижу А их нет Так почему же их нет? И почему Апти изначально отрицал их существование? А вот послушай Чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец Я вам скажу так Ну, как удобно Если кадыровец попадает в плен, он перестает им быть А значит кадыровцы не могут попасть в плен по определению Первый закон кадыродинамики А больше, больше законов нет Сколько должно быть велико ваше заблуждение, когда вы считаете, что я стал бы ходатайствовать или просить, или что-то делать, чтобы вас вытащить из этого плена Просто встаньте, возьмите что-нибудь, ручку, гвоздь, накиньтесь на кого-нибудь и сделайте все для того, чтобы вас убили Эта программа сдохни или умри Вот такой вот, своих не бросаем Ребята, наверное, мелкий шрифт не прочитали Если вы не военнопленный или срочник Или что, вы думаете, к срочникам у них внезапно более гуманное отношение? Всклипы, всплески по поводу того, что срочники вообще не должны воевать И вообще, почему они даже находятся даже в Курсковой области? У меня вообще встает к вам один вопрос А зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Зато мы и наши дети в последнее время очень нужны этой стране Аборты запрещают, отразводов отговаривают А пропаганды детрождения на баннерах и в телевизоре так много, что хочется одновременно ослепнуть и оглохнуть А как глухой человек родит ребенка? Безумие достигло таких масштабов, что депутаты на полном серьезе начали предлагать налог на бездетность Ну и сам Апти, конечно же, заскочил на флешмоб Главная задача русских сегодня наравне с тем же, как и победить в этой войне Главная задача, это рожать детей до минимум 5 детей Какие войска там определять будем, а? Ну, это и правда в их интересах Ведь срочники заканчиваются, нужны новые Именно их ахматовцы бросают в авангард и прячутся за их спинами Один такой солдат высказал эту мысль публично В итоге ахматовцы приволокли парня к себе и заставили извиниться на камеру И да, пока он объяснял, что ахматовцы не прячутся за спинами срочников Один ахмат как раз прятался за спиной срочника Прошу прощения, мое прошлое заявление, ну, на фоне флага, было ошибочно Ахмат не прячется за спинами срочников Ахмат, я повторяю, не прячется за спинами срочников Апти Аронович Что от меня дальше требуется? Просто встаньте, возьмите что-нибудь, ручку, гвозь Так Сделайте все для того, чтобы вас убили Гребаный мелкий шериф А за пару месяцев до этого то же самое сказал один из военкоров История была ровно такой же Да, за военкоры также числятся в списке Апти среди тех, кто не нужен этой стране С этим-то я как раз согласен, но вот лексику и методы осуждают Мы однозначно победим И когда это все завершится, даст Бог, вот этих вот, которые у нас есть в стране Даст Бог, их будут всех минимум сажать, а максимум надеюсь, что их будут расстреливать С удовольствием приводил бы сам Наверное, эти все решения сюда в исполнение Слушай, 14-й, так получается, если мы проиграем, нас просто отпустят А если выиграем, нас зарешает этот Алаудинов Может просто ау Да тихо ты, он же может быть у нас за спину Точно, блин Кто же еще был в Алаудиновском списке ненужных людей? Ну, конечно же ЛГБТ-шники Хотя, казалось бы Я хочу выйти замуж Но я выйду замуж не за какого-то там шнурка Который там просто так будет ходить Непонятно, мужчина он или женщина А реально будет желать того же, что я Мы с ним сделаем большую семью Воспитаем достойных детей На всякий случай Это шутка Юмореска Реприза Фраза, вырванная из контекста А это я объясняю для товарища Алаудинова Которые могут, ну, не разобраться И сгоряча За двухсотить Апти Мы же с тобой вместе в душ ходили Ты же мой прибор видел Кстати, Апти тут дал интервью одному сладкому пирожочку Который называет себя Пранкер-сорян Самое интервью получилось уморительным Жаль, только вышло оно после того, как мы записали выпуск Поэтому реакцию на это интервью Я запишу отдельно и выложу на наш патреон на этой неделе Очевидно, что Алаудинов жесткий АПТЛГБТшник Но не стоит недооценивать, насколько он панически их боится Вот как он объясняет, почему россиянам нужно затянуть пояса И смириться с тем, что их налоги пойдут на войну Первый курс Курсовик По политологии Вызовы и угрозы на западных границах Вынуждают нас задействовать часть внутренних ресурсов Но и это хватило для жесткого ответа Огромному потенциалу военного альянса НАТО Как итог Понимание НАТО невозможности для лыжи Как итог Как она Вы видели Стошу? Стоша говно Главное, не забудьте помыть траву в луже А то не гигиенично А птиц сколько угодно может говорить, что готов пить из лужи Но делать он этого не будет В отличие от жительной, скажем, макеевки Да, это уже даже не преувеличение, а реальность Это не то, что унизительно, это позорище Набираем воду прямо из лужи на асфальте Жители макеевки жалуются, что у них неделю нет воды Из-за прорыва трубы питьевая вода бьет просто из дыры в асфальте И людям приходится набирать ее просто из лужи Жесткий ответ военному альянсу НАТО и гей-парадам ничего не скажешь Хорошая жизнь россиян и украинцев это далеко не единственное, что птиц готов разменять Лишь бы не допустить гей-инструкторов из НАТО Запад должен понимать, что мы готовы пойти до конца В случае неизбежности существования в сатанизме Лучше погибнуть мучениками и попасть в рай Нежели эти сатанисты и фашисты захватят Россию И после чего начнется скатывание всего мира в состояние бесчеловечности и сатанизма Вот у меня все будет хорошо, а у вас все будет плохо Поэтому мы готовы идти до конца И если нужно будет погибнуть Убежден, что в США люди любят свои жизни меньше, чем мы любим смерть Слово ЛГБТ-шники И слово смерть для вас означает одно и то же Смерть-то вы любите, в этом не сомневаюсь Правда, не свою Учитывая, как жестко вы вступаете в бой То с вагнеровцами во время мятежа То с украинцами во время захвата Курской области Все бессмысленно, ведь однажды мы умрем Нет, прошу, не стреляй, не надо, пожалуйста Я хочу жить, не надо меня убивать, пожалуйста Чего же ожидают в конечном итоге пиндосы и их шавки? Победы? Напомню высказывание Владимира Путина в разговоре на тему противостояния России А зачем нам такой мир, если в нем не будет России? И дополнительно, чем мы и наши потомки будут жить в садомистском гадюшном аде Мы пойдем до конца Или мы будем свободным, суверенным государством И жить по заповедям, которые неспосланы Всевышним Или ни нам, ни нашим детям не нужно, чтобы этот мир был Мы категорически не приемлем ни для себя, ни для своих потомков Образ ЛГБТ-жизни западного американского общества Да здравствует мир во всем мире Это что за жесть? Уничтожить мир, потому что он живет не так, как хочешь ты? Ну, это какой-то уровень злодея из комиксов Я знаю, что мне нужно Взять и разнести вселенную всю до последнего атома Да блин, даже Танос был адекватнее, если уж на то пошло У него были эти... Камни бесконечности Подбородок, который похож на патиссон И он хотя бы с ножницами в кустах не сидел Если проанализировать всю эту постоянную ложь АПТИ Больше всего удивляет, насколько она детская, что ли Когда мама спрашивает Достал ли ты курицу из морозилки И ты зачем-то говоришь Да, знаешь, что она сейчас вернется и даст тебе по жопе Ну, один раз сказал, что ты прогнал ВСУ из Курской области Ну, два, ну, три Ну, ты же знаешь, что это не так Все проверят, потом будут тебя стебать Ну, зачем так делать? Ладно, я не знаю, на что я надеялся Но согласитесь, я потратил на это кучу времени и сил Так что будем считать, что это ничья Вот однажды АПТИ уверенно заявил Противник не может сказать, что он полностью контролирует Суджу Потому что он ее реально не контролирует И в тот же самый момент вышел репортаж На котором ВСУ снимает российские флаги с администрации Ну, как оно там оказалось? Апофеоз всего этого позорища Опубликованное и затем удаленное Лаудиновым видео С безумно ироничной подписью Тиктокеры снимают много чего Тут прикольно Глаза вас не обманывают Это и правда монтаж с наложенным в конце стоковым взрывом Популярным в ТикТоке Ну вот, мы находимся в Судже И полностью контролируем город Видите, сзади оставшихся украинцев Вот и все Мы победили в этом СВО Как я и говорил О, F-60 летит Так справлюсь Уже какой раз за выпуск повторяю эту фразу Но последнее тоже не преувеличение Нет, Апти не сбивал самолеты плевком, конечно Зато уже успел объявить о победе России в СВО Ты должен понимать, что победа в СВО, это вопрос уже закрытый, он однозначен. Мы победили в этом СВО. ГОЛ! Понятно, что Лудинов врет в первую очередь из-за уязвленного эго, ну, чтобы казаться крутым. А пропаганда это так, приятный бонус. Но стоит признать, талант отрицать реальность и убеждать всех, что... Все хорошо, хула всего лишь немало. У Апти прокачан на максимум. А пока нас зовут лентяями, болтающимися без дела за чужой счет, Люди могут спать спокойно. И то есть подозрение, что делается это все ради не успокоения обычных людей, а руководства. Мол, уничтожили тысячу танков, миллион самолетов, перешлите еще денег. И неважно, что в реальности, все, мягко говоря, не радужно. Я считаю, что у нас все хорошо, кроме того, что, опять же, противник находится месяц уже на территории Российской Федерации. Позитивное мышление великое вещь. Хм, а ведь Апти и вправду мог бы успешно продавать свой курс по позитивному мышлению. Только, как бы его назвать? Аптикаем вместе! Точно! Пиши в комментариях Аптикаем, чтобы записаться на курс Апти раньше остальных. Торопитесь, в отличие от других инфочеченцев, ложь Апти самая безобидная. Некоторые руководители Министерства обороны, вот, я так понял, они настолько обманывали, 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 и получилось так, что обманули сами себя. Хороший у нас коллектив. Идиот на идиоте. На этом сегодня все. Ставьте лайки и не забывайте поддерживать нас на платформе Patreon. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok